Здесь очищают воду 24 на 7 и тщательно следят за её качеством. В сутки делают по несколько анализов, чтобы ни одна бактерия не проскочила. Руководит процессом создания питьевой воды начальник участка Сергей Муниров. Коллектив состоит порядка из 50 человек. Это технологический персонал, ремонтная бригада, как слесарей и электрослужбы. И, соответственно, лаборатория. Все люди профессионалы, все обучаются на своих рабочих местах, повышают квалификацию. То есть у нас люди имеют не по одной специальности, допустим, и оператор на флитрах, допустим, и оператор-хлоратор установки, как гулянчик. Такие профессии смежные, машинисты собственных установок. Блок номер два. Здесь следит за процессом очистки питьевой воды Людмила Рябухина. Она уже 14 лет работает на маяке и считает свою профессию идеальной. Людмила Геннадьевна яркий пример того, как умело можно совмещать профессию оператора на фильтрах и бригадира. Эта работа, конечно, мне нравится то, что здесь ответственная работа. И все-таки мы выполняем работу очистки воды для города, для потребителей. Поэтому от нас зависит более качественная работа. И несет ответственность, конечно, все работники нашего предприятия. И точно так же и мы на маяке тоже несем ответственность. Поэтому работа мне, конечно, это очень нравится. А это помещение в хлораторной было полностью переоборудовано минувшей весной. Теперь подача реагентов стала проще, точнее, и оператору контролировать процесс намного легче. Современное оборудование позволяет выставлять нужную дозировку дистанционно, что облегчает работу специалисту. Я 31 год работаю. Да, я застала этот, это третья хлораторная, в которой я уже работаю. И все это усовершенствуется и очень прекрасно. По сравнению с тем, что было, это просто сказка. Маяк, удаленный от города объект. Руками работниц здесь круглый год создается уют, чтобы гармония была полноценной. Природа, свежий воздух и чистая питьевая вода. Ольга Демьянец, Алексей Карипанов, Новости 11 канала.